Ну, её, да, она вчера ко мне заходила. Смотри. Вы что-то забираете своё. Конфликта, да. Так, продолжаем, да? Ну, вон, например, что-то заходило. Продолжаем нашу работу. И сегодня мы посмотрим, сколько сегодня возьмём знаков, да, как пойдёт. Потому что сегодня мы будем работать со знаками, хотелось бы проработать серию знаков, которые между собой связаны. То есть у них даже практически одинаковое написание, только в разных чертах и резах добавляются, опять-таки, черты и резы. Вот, и они чем-то начинают отличаться. Помните, мы с вами говорили на прошлом занятии, да, о том, что весь алфавит, он выстроен по определённой системе, да. То есть как человек в мире взаимодействует, да, с миром взаимодействует. Вот он рождается, да, что он должен наработать, да, и так далее. Мы это не будем повторять, потому что придётся повторять абсолютно всё. И вот мы доходили с вами до буковки ВЭТ. Помните, да? Ну, ВЭТ. Вот эта буква ВЭТ была, да? Вот это вот буква ВЭТ была, да? Это было, помните, мы с вами говорили, да, что если начинать поворачивать, да, то это будет конус, который в твердь упирается вершиной, да. И это как мужское и женское начало, да, когда мужское и женское начало начинают вместе взаимодействовать, да, то они начинают раскручивать спирали, да, которые начинают уходить в космо. И вот что там они начинают раскручивать, собственно говоря, да, что они там с человеком начинают взаимодействовать. И мы с вами говорили, что они первое, что учатся, это глаголить. Помните, да? Вот. Они учатся глаголить. Мы с вами говорили, записывали этот знак, да, и осану делали, да. Вот глаголят, то есть, когда они могут вбирать небесный свет, да, и этот небесный свет отдавать себе и земному роду, да. Вот. А дальше мы с вами сейчас начнем изучать уже следующие буковицы. Что же получается, когда они этот небесный свет, то есть небесные заповеди, которые даны Богом, да, они в себя их вбирают и на земле их применяют, трансформируют. Что же это за заповеди, для чего это? И вот здесь вот в ход вступает следующая буковица. Значит, помним, да, что мы все буковицы пишем. Да, явь, навь и правь, помним, да, что вот эта серединочка, это правь, это там, где мы сейчас с вами живем, да. Ногами мы в яви, головой мы в наве, а живем сами в праве, да. И у нас и по человеку получается, да, что ноги это земной род, да, все, что вот от центрального чакрана, так, голова. Это все косма, а тело наше, да, от пупка до центрального чакрана, это явь, то есть правь. Это то, где мы с вами живем, вот в момент здесь и сейчас. Итак, следующая буковица, да, она пишется очень просто, так же, начинает писаться так же, как буковка, глаголь, но заканчивается вот таким вот колом. Вот так вот, чтобы оно захватило правь, всю правь, вот так. Вот так вот, чтобы захватило всю правь. Видно, да, хрени-балиску, как раз провожу, да? Вот эта буковица называется ГО. ГО. Буквица ГО. Смотрите, это, по большому счету, это соединение глагол и КОЛО, да? Это когда глагол и КОЛО между собой соединяются. Это синтез двух буковиц, да? Синтез буковицы глагол и плюс КОЛО, да? Глагол, мы с вами знаем, говорили о том, что глагол это когда мы можем глаголеть, да? То есть брать космические заповеди, да? И здесь, на земном плане, их применять, вправе их применять. Для чего? Для того, да, для чего вот эта вот КОЛО? Применять их для того, чтобы образовывать новую, новая КОЛО. Вы помните, с вами говорили, да, что КОЛО это мембрана, это может быть маленькая живая клеточка, да? Это может быть соединение клеток, которые, там, организм человека, например, да? Это же множественное соединение клеток, но это тоже КОЛО. Да, сообщество людей, это, да, вот тоже КОЛО. Планета, это тоже КОЛО. То есть получается, что люди, да, они берут глаголение для того, чтобы созидать новое КОЛО. Новое КОЛО, как себе подобные мембраны, жизненные мембраны. То есть, по большому счету, они должны брать заповеди для того, чтобы рождать богоподобных людей, подобных себе и Богу. Знаете, да, какая штука? Вот, то есть, вот этот вот, вот эта буковица ГО, оттуда идет ГОЙ-ЕСИ, Добрый Молодец. Помните, вот раньше мы говорили? ГОЙ-ЕСИ, да? ГОЙ. То есть, буковка ИК указывает, помните, мы говорили, краткость, да? Она указывает на... Ты сюда сядешь или вот туда? Да, сюда. Просто я думаю, под попу давай, садись. Вот. То есть, вот эта вот ИКРАТКА, да, она указывала на присутствие КРАТКИ, как ангелохранители. Помните, мы говорили, да, на иконках очень часто пишут. Кстати, ты говорила, я сейчас вспомнила, Танюшка, можно расскажу, да? Когда-то это было, я даже не помню, то ли под Новый год, когда это было? Под Новый год, да, по-моему, или после Нового года. Вот. А мне так иногда бывают такие вещи, вот, что каждому присутствующему, причем я не знаю, кто у меня будет, но я чуть-чуть вижу, кто у меня будет, оно так как бы всегда и получается, кто ко мне подойдет, и им идут какие-то такие маленькие послания. Вот. Ну, и у Танюшки было такое, что она сделала вопрос, и ей говорят, что в Евпатории есть церковь, и вот в этой церкви, если там пойти там налево или направо, я уже не помню, да, там что-то там, что-то типа там есть, где продают иконки, и ты там найдешь икону княгини Ольги. Но икона это не будет, вот, как бы, вот, это не простая икона. В ней, в написании имени должна стоять кратко, да? Вот, Танюшки спрашивала, говорит, а как, ну, как бы, где она там стоит, как, что, а там говорят, что, а там говорят, что это сама, она ее знает и то, и кто ее найдет и узнает сама. И вот уже прошло, Бог узнал, сколько времени там, да? По большому счету год. И вот мы везем их в Мирный и заезжаем в Евпаторию. Причем нам там нужно было заехать в три церкви, и вот мы в одну церкви заезжаем, вот, и Таня, как бы, Таня только вспоминала, говорит, слушай, по-моему, говорит, это вот та самая церковь, говорит, слушай, и как ты, говорит, говорит, как вот говорилось, вот там направо или налево, говорит, вот там вот, что все осталось, да, вот типа, по-моему, как раз таки говорили налево, но мы выбирали с тобой направо, да, сразу же, хотя было сказано, что налево, вот, а право пошли, ничего не нашли, налево это, и вот первое, что это, она же после княгиня Ольга, она после крещения, у нее было имя Елена, ее и дали, вот, и я так смотрю везде, а Таня, она четко такая, бам, на икону, говорит, слушай, по-моему, это вот эта вот она, мы смотрим, а там написано Елена, и над буковицей С стоит кратко, сидишь, прям вот кратко, нигде больше говоришь, везде все смотрели, везде там просто княгиня Ольга, да, там, что-то Ольга, царица Киевская, да, 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 то есть везде вот такое, а вот чтобы вот именно вот Елена, она говорит, это она, вот, и вот она вот покупает эту, покупает эту иконочку, вот, то есть вот это вот Е, это присутствие ангела-хранителя над человеком, да, и вот когда говорят Гой еси добрый молодец, да, то есть Гой, да, это человек, который может брать космические заповеди, заповеди, которые дают Богом, да, в себе их, как, собственно, мы брали, да, в себе их заякоревать, да, и при этом еще при всем над ним находится ангел-хранитель, да, то есть это говорилось о том, что это человек от света, вот он, Гой, да, это человек от света, то есть это человек, идущий по божественному пути и несущий в себе семя ангела, вот, значит, итак, буковица Го, давайте сразу же распаковочку я запишу, мы уже про нее проговорили, да, что это соединение глагола и кола, ну это по-красивому запишем, да, небесные заповеди, пришедшие, небесные заповеди, пришедшие в жизненную систему, небесные заповеди, пришедшие в жизненную систему, даруют дорогу для зачатия и рождения сынов и дочерей богоподобных, даруют дорогу, жизненную систему, да, жизненную систему, даруют дорогу для зачатия и рождения сынов и дочерей богоподобных, сынов и дочерей богоподобных, представляете, да, какая силища? Женщикам, которые хотели иметь дитя, этот знак помогал в том, чтобы дитю пришло, вот, если еще добавляется, да, если к этому мы добавим еще краткую, да, и краткую и получится бой, да, вот, при добавлении это, да, то есть они, таким образом, они просили ангела, чтобы он спустил им свою ангельскую силу в виде ребеночка, в виде души человека в жизненную систему мамы, чтобы родился ребенок, то есть такая просьба о рождении дитя, вот, поэтому этот знак можно считать также знаком призывом для деторождения, вот, тоже такой знак, призыв для деторождения, а следующий знак будет очень необычный, он будет необычен тем, что рисоваться будет не так, как мы ранее рисовали, да, три полоски, да, вот, одна посередине, а смотрите, здесь будет четкие три полосы, заметили, да, то есть здесь четкие вот, раз полоса, два и три, это что, это идет усиление, то есть, смотрите, раз, два, три, здесь у нас была полоса, раз, два, и в серединочке была полоса, а теперь вот эта середина, правь, да, она как бы идет отдельно, то есть не показывается, что правь и в земном роду, и в небесном, а она выходит в отдельную строку, понятно, в небесном роде, да, то есть вот эта правь, она вышла в отдельную строчку, не как здесь вот, да, для чего она вышла в отдельную строчку, тот знак, который мы сейчас с вами будем писать, он как раз таки будет показывать о том, что соединяясь мужчина и женщина здесь на земле, да, они учатся глагоголеть для того, чтобы могли зачинать детей, богоподобных, да, и тем самым оставлять на земле свой свет, свой род, то есть стать продолжателями рода, и рисуется он, вот таким образом, видите, да, смотрите, этот состоит из глагол, да, знак глагол, школа, и еще вот этот значок, да, перевернутый глагол, мы уже как-то с вами в самом начале говорили, это лаг, эл, звук эл, получается, если читать, как гол, гол, вот говорят, гол, да, осталось вот это, да, в спортивных играх, да, когда шайку забивают, да, гол, по идее, это окрик, который говорит о том, что человек, берущий заповеди, да, и человек, берущий эти заповеди, который создал свою какую-то жизненную систему, или зачем ребенка, да, или он что-то создал здесь, вот какую-то, да, вот, какую-то систему чего-то, да, что-то новое он создал, он тем самым создал себе лагу на земле, эл – это лага, да, это опора, он тем самым, то есть своими добродеяниями, которые делаются по заповедям, человек создает себе опору, представляете, да, какая штука интересная, вот, все вот эти вот буковицы, они между собой очень мощно связаны, да, только в единении мужского и женского начала начинается раскрутка, да, раскрутка энергии для того, чтобы можно было, да, мужчина и женщина, они создают свое коло, да, богоподобных детей, и эти богоподобные дети своим поведением, своим отношением к мирозданию, своими, своим знанием божьих заповедей выстраивают лагу, то есть свой дальнейший земной род. Представляете, да? По большому счету это соединение небесного и земного родов в проявленном мире, там, где мы с вами живем. То есть получается о том, что любой человек, он должен, особенно вот папа и мама, да, когда рождают ребенка и когда они этого ребенка воспитывают, они должны очень четко понимать, создавать и брать ответственность, что в данный момент они через дитя дорогу в будущее свое поколение торят, то есть в свой будущий земной род, каковы будут дети, да, вот как говорили ранее, да, помните, там, яблочко от яблонки, да, далеко упадет или недалеко, да, то есть все лучшее накопленное, так, да, это и будет та самая дорога. Худшее накопленное, естественно, дороги не будет. Так, и запишите просто для себя, что вот это L, L, это в магазинное. Сейчас я знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Одну и ту же буковицу можно читать разными способами. Помните, мы говорили, что можно читать чисто символически, да? Можно читать по написанию. Да? Вот. То есть, как нарисовано, как пишется. Могут быть две разные распаковки. А еще можно буковица читать, смотря откуда смотреть. С прошлого, из будущего, с косма или с яви. Тоже четыре разных прочтения. И вот это прочтение, оно ранее было... Помните, я вам уже говорила об этом, что раньше всегда писали санкриты, да? То есть, составляло слово так, чтобы, читая его наоборот, был показан скрытый смысл. Помните, да? Я вот взяла за привычку читать вот так вот там имена, фамилии, названия магазинов, вот. Там еще что-нибудь. В этом всегда есть какой-то смысл. Я так вот раз прочитаю назад, почувствую, там, лучше не стоит туда идти. Это те скрытые санскриты, да? Которые нам показывают истинную информацию. Если ты здесь читаешь информация хороша, обратно читаешь информацию хороша, значит, с этим можно и не делать. А если ты читаешь прямо информацию хороша, а обратно читаешь, а там ого-го, тогда стоит задуматься, стоит ли дойти. И так, гол. Кстати, вот как раз, почему я начала говорить, смотрите, если обратно читать, лог, да? А отсюда слово логос, да? Есть такие, да, вот? То есть, слово, которое несет, даже вот если брать логос, да, это космическое, да? Такси может прийти, примитивно там, да? Первый столк, да? Там космическое яйцо, там, да, как он называется, первоотец, да? То есть, это какая-то огромная жизненная мембрана. Вот. А обратно, если прочитывать, это вот распаковываем, пишем. Знание небесных законов, или небесных заповедей лучше, знание небесных заповедей есть опора в яре для проживающих в праве. есть опора в яре для проживающих в праве. И второе прочтение, тоже очень интересное. Запишем, я потом объясню, почему так. Человек, проживая свой круг жизни, то есть кола, да? Человек, проживая свой круг жизни, кола, накапливает в себе опыт земного и небесного. Накапливает. Человек, проживая свой круг жизни, кола, накапливает в себе опыт земного и небесного. Запитая. Становясь человеком-творцом, я есть. Становясь человеком-творцом, я есть. Почему он становится человеком-творцом, я есть? Смотрите, если вот это вот кола, да, брать, это же плоское письмо, кола, а если мы его, как спираль, вот возьмем, начнем его вращать, как спираль, да, у нас вот оно было, кола, потом раз, вот так вот мы его провязываем, оно вот достало. И получается, если мы будем смотреть, это будет одна линия. Правильно? Да. То есть вот так вот кола, а вот так вот повернули, это будет линия. И тогда эта боковица будет превратиться в Е. Правильно? А Е мы с вами говорили, да, что это три единства начала. Помнишь, да? Мы говорили, что руковица Е, это по-другому, она читается как Я есть. Я есть. в НАВИ, в ПРАВИ и в ЯВИ. Я вбираю в себя все три составляющие. Я есть и на этом уровне, и на этом уровне, и на этом уровне. Я утверждаю себя во всех формах десяти миллионов. Представляете, да, какая штука интересная. Вот. Итак, еще раз будем специально повторять повторение мать учения. Смотрите, какая интересная вещь. Вы знаете, вот сколько говорю, чем больше этим занимаюсь, чем больше вхожу в это, тем понимаю, насколько мудры, это даже не мудры, знаете, насколько наши предки жили в Богом данных заповедях. Потому что вот то заповеданное, да, что мы сейчас с вами изучаем, вот это вот заповеданное, оно несет в себе все. Оно говорит о том, как устроено мироздание. Оно говорит о том, как устроен человек. Оно говорит о том, как должен жить человек здесь на земле. Оно говорит о том, что человек это частица мироздания, да, что это Бог. О том, что он творец, что он должен быть творцом, он должен здесь созидать. Он должен после себя что-то оставлять. Вообще удивительные вещи. И чем больше ты в это погружаешься, в эту материю муковиц, тем сильнее чувствуется, знаете, какая-то защита. Вот я вам точно могу сказать, что если вы начнете, а мы сегодня с вами обязательно эту штуку сделаем, мы кое-какие моменты пропишем на вот этом вот языке. Вы начнете по-другому ощущать себя в пространстве. И вы вот эту вот защиту очень четко почувствуете. Я уже четко знаю, что есть люди, которые защитные буквы на себе испытывают. И я знаю, что эффект от этого есть. И эффект такой, даже не 99-процентный, а 100-процентный эффект. Когда с помощью буковиц снимаются какие-то там заболевания, когда с помощью буковиц снимаются там отеки, проходят отравления и так далее и тому подобное. То есть в них закрыта, ну, огромная информация. Просто громнейшая. И вот мы сейчас с вами подходим к... Татьяна, можно вопрос? Да. А скажите, пожалуйста, а эти знания староверные у вас сохранили? Нет. В 1972 году есть такой мужчина, небольшого ростика, такой маленький. Вот я посылала, по-моему, да, вот рассылочку кому-то делала с девочками. Я посмотрела. Да. Он впервые начал как бы вот заниматься вот этой всей светлой грамотой. Это называется «всея светлая грамота». Вот. Он начал изучать буковицы, которые сначала составляли вот 7 на 7, 49, да, а потом он начал изучать староцерковный грамоту, староцерковный алфавит. Вот. От староцерковного алфавита он перешел туда дальше. Вот. И у меня еще, когда я еще только вот изучала вот эти вот буковицы, была информация о том, что он, ну, как бы его протолкнули, то есть он был как посвященный в это дело, его потолкнул, видимо, его рот о том, что он должен начать поворачивать, вспять ту систему, которая была вообще вот в мире создана с помощью языка. Вот. Он стал основателем, первым, так сказать, вот проснувшимся, который начал активно говорить вот про всея светлую грамоту. Вот. Он начал о ней говорить, он начал ее расписывать, там, тогда это было как раз вот в 72-71-72 год. Вот. И он говорил о том, что моя задача сейчас рассказать как можно большим людям, чтобы как можно больше людей в это дело погрузились и стали как якорь посвященным в сакральные эти, потому что, говорит, идет, когда будет уничтожен полностью русский язык, вот, тогда, как он сказал, наступит, да, наступит эра, ну, беспросветного, беспросветного мрака. Вот. И задача сохранить этот язык, и мало того, что сохранить, его нужно как бы в массы двигать, вот, потому что там заложены заповеди истинных богов, как он говорил это, да, то есть там заложены заповеди, по которым жили люди, вот. Законы придумывают люди, заповеди придумывают боги. И придумывают, а спускают нам, вот. И говорит, что когда мы научимся жить по заповедям, нам не нужны будут русские законы. Вот. И он очень много интересных вещей говорил, я вот там девчоночкам,